Всем привет, друзья мои! Я блогер из Турции, из города Мерсин. Вы на канале Светлана Ата. Добро пожаловать ко мне! Всем привет, друзья мои! Прекрасного настроения! Канал Светлана Ата продолжает работать. Ни за что я его не закрою, потому что столько получила в личку поддержки, столько сообщений о том, что Светлана не закрывайте. Большое вам спасибо, благодарю вас. И вот мы с моими внуками будем показывать для вас нашу жизнь. Мои детки позавтракали, сейчас я им готовлю. Волосики бабуля, да, мультики смотрят. Они не мультики смотрят, а такие познавательные какие-то передачи детские. Это канал называется Мамосик. Ладно, не рекламируй другой канал. Смотрите, вот такую причесочку я сделала одной, вот такую сделала второй, вот такую сделала третьему. Светлана уже все привела в порядок квартиру, помыла полы, а сейчас я занимаюсь приготовлением... Чем вы думаете, я занимаюсь? Да-да-да, друзья мои, наконец-то я буду готовить сегодня котлеты моего детства. Мамы на котлеты, которые я здесь себе не готовила, а детям, думаю, сейчас тут больше, наверное, полкило фарша. Мы вчера взяли фарш, половину я спрятала на следующий раз, а половину наготовлю сейчас котлет. Почему говорю из рецепта из моего детства? Потому что здесь будет и хлеб, здесь будет и картофель, вот лук, петрушка, чеснок, там яйцо и, конечно же, я добавляю еще мангу. И сейчас я замешу фарш и нажарю детям котлет, может быть, с пюре, а может быть и с макаронами. Они у меня уже поели, и фрукты поели, и все. Ну что, а вот и мои котлетки, которые я скоро буду жарить. Сейчас я так их приготовила. Уважаемые друзья и подписчики, подписывайтесь на мой канал на Инстаграме. На нем вы увидите то, что я не показываю на Ютубе. Это интересные фотографии, посты о моей жизни, о моем бизнесе. Ссылка находится в описании под каждым видео. Пожалуйста, переходите по этой ссылке и становитесь моими подписчиками. Вместе мой сила. Какие красивые котлетки у меня жарятся, и макарончики варятся. Котлеточки, котлеточки для моих лапулечек. Всем привет! Друзья мои, наконец-то я собралась с ними в парк. Ашкем Ирму забрал с собой, а мы идем в парк сетками. Свою энергию выплеснули. Посмотри сюда. Хулиганка. Да. А ты посмотри сюда. Вот такие они у меня хулиганы. У нас подъезды так классно стало. Поменяли их. Афель, так классно стало. Тише, тише, тише выходите. Вы представляете, сколько у них энергии. А, повесили, повесили. Да, сейчас будут звонить. Ну что, друзья мои, пошла я с ними в парк, посижу и с вами поболтаю. Не угомоняться. На дорогу не выходи, чур. Все, переходим дорогу. Посмотрите. Они уже там. Посмотрите в парке, какие новые аттракционы, передвижные. Так прохладно, классно. И такие цвета красивые у меня с телефона. Яркие, яркие. Мои сумасетти. Любимые. Всем доброго вечера, дорогие мои друзья и подписчики, и зрители моего канала. Так уютно я сижу, и вид такой красивый. Я такая яркая на фоне этой темноты. Сейчас села и пересмотрела, перечитала ваши сообщения, комментарии ваши. Спасибо вам большое за вашу поддержку. Очень много подписчиков пишут мне в личку. И в фейсбуке, в мессенджере, в инстаграме, в ватсапе, которые со мной общаются. И все из них переживают и просят не закрывать канал. Я не закрою канал, мои дорогие вы, солнышки мои. Прочитав комментарии в ютубе, один процент, наверное, за то, чтобы я... Ну, который негативно ко мне относится. Да, негативно относится. И даже написали такие басни, смешные байки. Турецкие байки. Ну, Бог им судья, и вам удачи и счастья. Если у вас так хорошо фантазия работает, пожалуйста, оставайтесь при своем мнении. Я никому не собираюсь доказывать, ни перед кем не отчитываться. Кто на моем канале давно присутствует и смотрит мои видео, знают, какая я. Какая была, какая я есть. И они также уверенно останутся со мной и дальше, и увидят, какая я буду. Ну, а те, которые недавно присоединились, у них, конечно... Конечно, они не пересмотрят сразу 600 видео у меня на канале. И у них начинаются какие-то свои представления о моей жизни, о моей семье. Ну, и оставайтесь при своем мнении. Или пересмотрите видео мои изначально, чтобы вы имели представление, каким образом я попала в Турцию и вышла замуж за Эндера. Но, конечно, больше всего... Не конечно, а больше всего позитивных. И большая вам благодарность за это. Что касается Эндера, он просто в тот момент взорвался. Но после этого он успокоился, и у нас все в порядке. Я стараюсь не маячить перед камерой, так как он мне рассказал. Но на свадьбе он мне даже спросил, почему ты не снимаешь? А я так ему говорю, ты же сам сказал, что не снимать. Но я тебе сказала, не снимать. Севге, ее семью. И иногда, допустим, родственников наших. Такая была ситуация. И многие пишут о Батуми. Да, о Батуми я жила, работала. У меня там было много близких людей, знакомых. Но я себя чувствовала одинокой женщиной. А здесь, друзья мои, рядом со мной, любимый мой человек. Вы знаете, что я очень много знаю семей, в которых очень часто происходят ссоры. Вот за 4 года нашего замужества, я могу похвастаться, что у нас было несколько-несколько таких перепалок, можно сказать. И на этом мы закончили. Ну, а как семья без этого? Так что я не обращаю внимания ни на что. Потому что я сейчас себя чувствую очень хорошо. Усталость, конечно, это пройдет, когда я отвезу детей. И у нас все восстановится, все будет нормально. Родители живут далеко, заловка приходит редко. Так что все нормально, мы будем продолжать жить своей жизнью. Ну, не сняла я там невесту и жениха, но кое-какие моменты вы увидели. Это тоже с позволения мужа. Так что больше плюсов, чем минусов. Даже, знаете, могу сказать, я никогда ни про кого не сплетничала. Да, и вы сами знаете, что я за свою семью никогда не сплетничала. Я чувствую, что родители мужа ко мне очень хорошо относятся. И моя заловка младшая. Я не знаю, как старшая относится ко мне, но это ее проблемы, так как мы вообще с ней не общаемся. Так что все живут, каждый в своей семье. Я люблю родителей мужа, потому что они воспитали такого мужчину. Родители есть родители, они всегда заботятся о своих детях. Я тоже понимаю их, я поэтому не обижаюсь. У меня с ним отношения нормальные, они испортились. Может, в тот момент они не хотели сниматься, а я сто процентов уверена, что придет время, и они с удовольствием расскажут и покажут себя в моих видео. Да это не проблема, друзья мои. Сейчас нужно так сделать, и так я и сделаю. Я очень сильный человек, как вы поняли. Я позитивный человек, но иногда нужно и поплакать, и все же держать себя. Как говорит Катя Гуру, мой преподаватель по йоге, когда вам хочется плакать, плачьте. Я давно не плакала. Ну вот я и расплакалась. Так что жизнь продолжается. Светлана Ата не закроет свой канал, потому что я не смогу жить без вас, без ваших комментариев, без ваших обращений. Вы для меня большая семья. Мои подруженьки по ту сторону экрана. Хоть мы с вами не видимся, не общаемся, но мне очень приятно было сейчас прочитать. Вы столько много писали слова, мою поддержку. Дай Бог вам счастья, удачи, здоровья и позитивного настроения. Будем продолжать двигаться дальше. И тут одна из вас, моя подписчица, спросила, Светлана, вы столько живете в Турции, но у вас нет подруг. Я вам там коротко ответила, но еще бы хотела бы ответить вам на камеру. Дело в том, что, друзья мои, мой муж, когда он работал, тогда у меня была какая-то тяга, да, с кем-то познакомиться, и мы жили в том городе, я подружилась там, и здесь поначалу тоже. Но прожив здесь какое-то время, я поняла, что здесь женщины, которые замужем за турков, они могут подруге посвятить время какое-то там. Не так много, но в основном раз в неделю встретиться, допустим. Но каждый день невозможно. А общение по телефону, пожалуйста, сколько хотите. Да и сейчас физически невозможно встречаться каждый день. У каждого своя семья. Мы живем на разных расстояниях. Да, у меня здесь есть много знакомых, мы поддерживаем с ним связь. У меня очень много подругов в Стамбуле проживает. Мы ее, я ее с ней знакома, она, наверное, лет 15 уже. Подруга в Батуми, вы сами знаете, у меня была очень близкая подруга. Ее не стало. Даже по приезду в Батуми я ее не видела. Хотя мои соседи за стенкой были. У меня было такое желание встретиться с ней, вот увидеть ее, помириться и поговорить. Но, к сожалению, я ее не видела. Ее не было дома. Не знаю. Я не нашла, не встретила таких близких подруг по душе. И в лице моего мужа я встретила подругу. Такой красивый у меня вид, такое дерево классное, правда? Тут мои внучки, внучата. Наигрались вы, солнышки мои? Набегались? Да, не наигрались. Иди сюда, садись ко мне. Да, и в отношении еще моих подруг, да? Ну, пока я не нашла близкую подругу по душе. Но я не ощущаю нехватки в подругах. У меня бизнес. У меня столько много коллег, которые стали моими подругами. Мы каждый день почти с некоторыми перезваниваемся. На это же тоже уходит время. И иногда получается так, что я целыми днями разговариваю по телефону. С одной, второй, третьей, четвертой. И я не скучаю здесь. У меня очень много дел. Я не могу просто так ходить и тратить время, когда каждая минута мне дорога. Можно пойти расслабиться, но я предпочитаю с мужем. Мне с ним очень комфортно. Я могу с ним пойти в ресторан, покушать, поговорить, повеселиться. То есть я не устаю от общения с ним. И как-то так. Ну что, мои хорошие, спасибо вам за вашу поддержку. Я очень вам благодарна. Всем здоровья, удачи, счастья, любви. И смотрите мои видео. И давайте поможем мне поднять подписчиков. Предлагайте мои видео, мой канал своим близким, знакомым, подругам. И посмотрим, насколько я продвинусь вперед. И насколько у меня увеличатся подписчики. В этом я вас очень прошу. Еще я хотела с вами поделиться еще одной информацией. Мой муж начал работать в агентстве недвижимости турецком. Агентство очень честное. Работает только на процентах. Если я вам говорю об этом, значит я гарантирую вам честность, порядочность. Если вы хотите приобрести недвижимость в Мерсине, я могу вам помочь. То есть направить вас к Индеру, соответственно, в это турецкое агентство. Так что, кого интересует, пишите мне в личку, в инстаграме, даже в ютубе пишите. В ютубе я просто не могу вам дать номер телефона, поэтому вас отправляю всех в свой инстаграм. Я постоянно делаю рекламу, как можно меня найти. Пишите. А, мальчик пошел, хотел забрать это детское. Пишите, ждем от вас звонков. С удовольствием вам поможем. Вы знаете мою семью и меня. Подожди. Или маленькую? Пишите. Пишите. и